«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Гряды Господь на вольную страсть!» Этими словами начинается отпуст, который произносится после богослужений в первые дни Страстной Седмицы. Когда мы читаем евангельское повествование о страданиях и смерти Господа нашего Иисуса Христа, то мы видим, что Господь Иисус Христос пошел на смерть по послушанию Своему Отцу. И мы читаем о том, как в Гефсиманском саду, зная о том, что он будет арестован и предан в руки первосвященников и старейшин, что над ним надругаются язычники, что его убьют и что он в третий день воскреснет, ибо многократно об этом он говорил своим ученикам, «Он тем не менее молится Своему Отцу, Отче, если возможно, да минует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты». Как мы можем говорить о том, что Господь идет на вольную, то есть добровольное страдание, если он молится Отцу о том, чтобы, если возможно, чаша страдания миновала его. Это один из евангельских рассказов, который говорит нам о том, что Господь наш Иисус Христос был Богом и Человеком одновременно. Он не был полубогом или получеловеком, он не был недобогом или недочеловеком, и он не был сверхчеловеком, а он был земным человеком во всем подобным нам, кроме греха. И поэтому, как человек, он страшился смерти, он скорбел и тосковал, его душа была в смущении. И, как человек, он молился Богу Отцу о том, чтобы, если возможно, чаша страданий миновала его. Но он был одновременно Богом и Человеком. И, как говорят нам святые отцы, его человеческое естество было всецело обоженным. А значит, он и как человек вверял свою человеческую волю в воле Бога Отца. А потому молитва его не заканчивалась прошением о том, чтобы чаша страданий миновала его. Но он говорил, не моя воля, но твоя, да будет. И мы видим, как его человеческая воля находится в полной гармонии и не находится в конфликте с волей Божественной. По-человечески он страшится смерти, но он принимает смерть как волю Божию. По-человечески он на кресте испытывает Богооставленность, но он придает свой дух в руки Бога Отца. И когда мы говорим, гряды Господь на вольную смерть, то есть подчеркиваем, что Господь добровольно принял страдания, то мы говорим о его человеческом естестве, а одновременно и о его Божественном естестве. Как Бог и как человек он знал, что должен исполнить волю Отца. Как Бог и как человек он имел волю, которая была единой с волей Отца. Но как человек он в полной мере испил чашу страдания. И от того, что он был Богом, эта чаша страдания не была менее горькой. И страдание это, физическое, моральное, духовное, не было менее сильным от того, что он был одновременно человеком и Богом. Он страдал так же, как страдают другие люди. И больше других людей, потому что он страдал безвинно, и потому что он знал, что его смерть необходима для искупления людей. Он приносил себя в жертву. И он добровольно это делал, хотя и по послушании воли Отца. Точно так же, как мы читаем в библейском повествовании о том, как Авраам должен был принести в жертву своего сына Исаака. И как Авраам и Исаак идут к горе, и как Исаак спрашивает, где же дрова, где же овен для всесожжения, он недоумевает, может быть, страшится того, что произойдет. Но его воля всецело подчинена воле его Отца. И Господь, как агнец, ведомый на заклание, идет на вольное страдание, на добровольное страдание. И мы прославляем его, как Бога и человека одновременно. Как Бога, который сошел с небес на землю для того, чтобы нас спасти и искупить, для того, чтобы нам даровать вечную жизнь. И как человека, который претерпел тяжелейшие страдания для того, чтобы стать нашим искупителем и спасителем, и для того, чтобы наше человеческое естество по воскресенье Своем вознести на небо. Господь дает нам в эти дни Страстной Седмицы возможность пройти с Господом нашим Иисусом Христом по тем дорогам, по которым он ходил, услышать его последние поучения, быть вместе с ним на суде у Каиафа, на суде у Пилата, стоять при его кресте, как стояли при кресте Господнем Пресвятая Богородица и возлюбленный ученик, и в завершении этого подвига Страстной Седмицы Господь удостоит нас встретить праздник Святой Пасхи и воскреснуть вместе со Христом. Аминь. Храни вас всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok